доброго времени суток всем тем кто увлечен магией фотографии друзья я представляю вашему вниманию курс по обработке фотографий который называется lightroom от а до я курс для тех кто хочет очень быстро научиться обрабатывать фотографии и он будет полезен как и новичкам кто пока не знаком с lightroom также и знатоки lightroom найдут для себя в этом курсе что-то новое и полезное сейчас сентябрь 2020 года и это я говорю для тех кто смотрит этот курс из будущего можете не переживать он вам также будет полезен и так как программы adobe достаточно консервативны обучение работы с ними не теряет актуальности долгие и долгие годы поэтому смело присоединяйтесь к этому курсу никакой воды ничего лишнего только то что на самом деле вам реально пригодится при обработке ваших фотографий уроки постараюсь делать не длиннее 20 минут и уже концу второго урока я вас уверяю вы будете уметь уверенно и с пониманием обрабатывать ваши фотографии курс будет состоять из пяти основных уроков и концу пятого урока вы уже будете владеть навыками lightroom ничуть не меньше чем какой-либо профи курс будет лежать в плейлисте вот в этом месте и чтобы не пропустить следующий урок советую подписаться на мой канал поставить колокольчик а теперь давайте ознакомимся с темами уроков курса и так первый урок это то о чем мы сегодня будем с вами говорить подготовка lightroom к работе настройка интерфейса импорт фото горячие клавиши на втором уроке мы с вами сразу окунемся в обработку фотографий разберем базовую корректировку цветокоррекцию тонирования на третьем уроке мы разберем с вами градиентные фильтры и кисти посмотрим как ими управлять как сохранять и для чего их применять четвертый урок я хотел бы посвятить полностью креативной обработке фотографий с использованием тоновой кривой на пятом уроке мы поговорим с вами о пакетной обработке фотографий научимся создавать пресеты научимся синхронизировать целые серии фотографий под одинаковые настройки под одинаковую цветокоррекцию в процессе прохождения пять вот этих базовых уроков у вас наверняка появятся какие-то вопросы и 6 урок я хотел бы посвятить именно разбору этих вопросов на этом курс по lightroom закончится но в будущем возможно появится 7 урок и далее это в случае появлений каких-либо изменений в программном обеспечении появление каких-то новых фишек и так далее курс конечно же будет пополняться и так друзья на экране вы видите содержание первого урока и это содержание будет закреплено в моем комментарии под видео вместе с тайм-кодом и вы всегда очень легко и быстро сможете обратиться к той или иной теме просто кликнув на тайм-код и автоматически моментально перейти на необходимую вам тематику и так друзья по вводной части все никакой лишней водички у нас с вами не будет и поэтому предлагаю сразу же приступить к первому уроку и так друзья вы установили lightroom и возможно что во время установки вы забыли поставить русский язык где найти настройки где поменять язык для этого нам нужно перейти вот сюда вверх в закладочку edit далее кликнуть preferences у вас выпадет вот такое вот окошко и самой первой закладки general будет возможность выбрать нужный вам язык соответственно выбираем русский кликаем ok и делаем перезагрузку программы то есть просто навсего закрываем ее и через некоторое время открываем и так друзья мы перезагрузили с вами lightroom и как вы видите теперь у нас русскоязычное меню далее какие настройки необходимо выполнить для того чтобы программное обеспечение не тормозило работала нормально на любом даже не очень мощном компьютере идем в то же самое меню только она уже соответственно на русском языке правка предпочтения здесь кликаем на закладку производительность если вы программу установили правильно следуя всем рекомендациям то вот здесь вот в этом окошечке у вас должна читаться видеокарта желательно чтобы lightroom и и определил это поможет вам работать с фотографиями без каких-либо лагов и тормозов далее друзья нам необходимо во первых поменять папочку расположение кэш если ваше программное обеспечение которое управляет компьютером расположена на диске c как правило это бывает именно так то lightroom по умолчанию и там же выберет папочку с кэш ее желательно конечно изменить иначе кэш периодически будет забиваться ваш диск на котором установлены программное обеспечение будет постоянно перегружены это будет мешать вам работать с фотографиями потому что вам придется периодически чистить кэш там и так далее поэтому кликаем вот здесь выбрать выбираем другой логический или физический диск создаем его выбираем папочку и кликаем окей но у меня уже выбрана поэтому я этого делать не буду далее меняем максимальный размер кэш и я точно вам сейчас уже не скажу сколько он стоит по умолчанию после установки но я выставляю 50 гигабайт этого будет достаточно для того чтобы лишний раз не отвлекаться на работу с кэш все друзья мои больше мы ничего не делаем все остальное это творческие моменты основное мы с вами выставили больше ничего нам здесь делать не нужно кликаем кнопочку окей все лайту мы настроили и подготовили к работе идем дальше друзья теперь давайте познакомимся с интерфейсом программы lightroom посмотрим как устроены боковые панели что они содержат и что с ними можно делать как с ними можно работать итак друзья верхней левой панели у нас собственно говоря все настройки управления изображением управление горячими клавишами все можно найти здесь сюда мы углубляться не будем с этой панелью вы будете работать очень редко она настроена достаточно интеллектуально и вы можете здесь вот например в закладке окно очень быстро настроить lightroom под ваши вкусы но я вас уверяю что скорее всего вы этого делать ничего не будете а будете работать как и большинство вот именно так как предлагает lightroom и это собственно говоря оптимальное решение далее друзья давайте мы теперь перенесемся в правый верхний угол здесь мы видим с вами вот такую панельку библиотека обработка карта книга слайд-шоу печать веб я также с уверенностью могу сказать что 99 человек из 100 работают в основном только вот с этими закладками библиотека и обработка карта книга слайд-шоу ну это все конечно интересно и спасибо компании адоб за то что она нам предоставила возможность работать с lightroom так многогранно скажем но мне как и большинству максимум что нужно от этой программы это просто качественно и быстро обработать фотографию слайд-шоу я не смотрю карта для того чтобы определять в каком месте я сделал этот снимок не обязательно печать веб и так далее все это ну здорово интересно но не важно мы сейчас с вами находимся в закладке обработка вот она светится выделена в левой панели у нас идет настройка масштаба изображения то есть вы здесь можете настроить что у вас будет происходить при клике левой кнопкой мыши вот когда вы наводите на изображение курсор вы видите что вот в центре красного кружочка находится миниатюрка лупы и когда я кликаю я увеличиваю фотографию если я кликну вот сюда у меня сейчас так видите 11 к одному то соответственно у меня изображение увеличится в 11 раз это нужно для того чтобы работать с какими-то мелкими деталями это вам пригодится при обработке каких-то локальных вещей там устранение например мусора с дороги и так далее мы к этому с вами обязательно еще вернемся далее что важно у нас в левой панели есть под меню пресеты мы обязательно с вами вернемся к изучению более подробно этой закладки и история в истории вы видите абсолютно каждое действие которое вы произвели манипулируя при обработке с этой фотографией и если вам что-то не понравилось вы всегда можете вернуться на шаг 1210 назад и начать уже с этого места не самого начала а именно с этого места с которого вам не понравилась обработка начать заново это очень хорошо экономит время поэтому пользуйтесь этой возможностью не забывайте что она у вас есть все друзья мои другими функциями я вас уверяю вы пользоваться не будете а только этими и так в навигаторе настраиваем масштаб закладки пресеты создаем наши настройки в пресет и в закладке история пошагово видим нашу обработку всегда можем вернуться на тот или иной шаг назад двигаемся дальше возле каждой панели вы видите вот такой значок треугольничка эти треугольнички помогают нам скрыть или раскрыть панель но эта панель полностью не скрывается и когда ваш треугольничек смотрит острием вверх значит ваша панель будет автоматически открываться когда вы наводите на нее курсор вот таким вот образом если вы кликните на этот треугольничек еще раз он опустится верхушкой вниз и теперь ваша панелька будет закреплена далее эту панельку можно раздвинуть вот в этом месте когда появляется стрелка с двумя наконечниками вы можете потянуть у меня экран монитора достаточно большой поэтому я нижнюю панель всегда увеличиваю на максимум чтобы видеть миниатюру фотографии и соответственно в нижней панели мы с вами наблюдаем виде пленки все все фотографии которые мы загрузили для обработки если вы кликните правой кнопкой на снимок то вы увидите здесь управление которое также можно использовать во время обработки здесь есть и полезные вещи есть скажем так и бесполезные вещи мы к этому с вами еще обязательно вернемся теперь давайте перейдем к основной панели которые находятся справа эту панель также можно сделать как уже так и шире я выбираю самое широкое значение для того чтобы легче было работать с ползунками это удобнее вот попробуйте и здесь если мы потянем с вами вот за эту вот планочку то мы увидим с вами все настройки которые можно применить к изображению на самом деле это самая главная панель самая скажем так творческая панель которая помогает вам изменить ваше изображение до того состояния которое вам будет нравиться и которые вы готовы будете размещать ваших соцсетях и так как мы уже с вами определились вы можете двигать и переходить из одного раздела в другой а можете просто навсего вот кликая суда на треугольничек открывать и раскрывать тот раздел с которым вы собираетесь работать пока вы только начинаете работать с lightroom вам еще тяжело запомнить что находится в закладках поэтому скорее всего вывод к такой возможности работы перейдете немного позже когда вы хорошо изучите программу и будете ей пользоваться легко и непринужденно и для того чтобы обрабатывать фотографию я как правило правую панельку оставляю всегда открытый с левой соответственно я работаю не так часто я ее скрываю и нижнюю панель я тоже скрываю для того чтобы вот видите изображение легло полностью на весь экран также есть еще и верхняя панель ее также можно скрыть вот таким вот образом и теперь вам ничего не помешает обрабатывать ваш снимок только самое необходимое это ваша фотография и настроечки и так друзья двигаемся дальше импорт фотографий как загрузить фотографии для того чтобы их начать обрабатывать для этого у нас должна быть открыта верхняя панель и теперь внимание если вы вставляете флешку в компьютер то у вас появляется вот такое меню и вы можете непосредственно сразу из карты памяти импортировать ваши фотографии в lightroom но я скажу вам честно мне это не очень удобно я люблю сначала каталогизировать свои фотографии размещать их фотоальбоме и только потом уже загружать в lightroom ну этому вас учить не нужно это все и так все прекрасно понимают и поэтому давайте посмотрим что сделать как загрузить наши фотографии из того места где они у нас сохранены и так кликаем библиотека далее переходим в левый нижний угол кликаем кнопочку импорт слева в панели мы видим дерево ваших дисков выбираем место где расположены фотографии и автоматически у вас выделяются все изображения и об этом говорит вот это вот галочка которая стоит над каждым снимком если вы хотите импортировать не все изображения а какие-то в отдельности вы в левом нижнем углу можете кликнуть сбросить все галочки исчезли и теперь вы можете вручную проставить на тех фотографиях которые вам нужны которые вам важны если вы вдруг передумали и вам хочется импортировать все изображения с этой папки то вы соответственно кликаете суда же в левом нижнем углу кнопочку выбрать все теперь плавненько перемещаемся в правый нижний угол и кликаем кнопочку импорт изображения загружаются в левом верхнем углу показывается шкала статуса загрузки превью изображений после того как шкала заполнилась все изображения загрузились все шкала исчезает пока мы с вами находимся в разделе библиотека наша папка добавляется слева в панель мы теперь отсюда можем уже открывать работать непосредственно с фотографиями и для того чтобы перейти к обработке нам необходимо кликнуть на кнопку обработка открывается самое первое изображение внизу соответственно у нас расположилась пленочка с нашими фотографиями теперь вы можете стрелками на клавиатуре передвигать ваше изображение просматривать их и фильтровать как работать с фильтрами и так друзья вы фотографии можете поставить разноцветный флажок можете присвоить рейтинг как вам удобно с тем и вы можете работать я обычно работаю с рейтингом фотографий и для того чтобы отобрать изображение для дальнейшей обработки те изображения которые мне нравятся я проставляю рейтинг рейтинг проставляется очень просто вам просто на клавиатуре необходимо нажать клавишу от 1 до 5 вот я нажал появилось изображение установить рейтинг 1 вы можете поставить рейтинг 0 и он исчезнет можете выбрать от 1 до 5 и когда вы будете кликать на клавишу ваш рейтинг будет устанавливаться после того как вы присвоили той или иной фотографии рейтинг вы можете перейти вот в эту панель очку где написано фильтры кликнуть в нее выбрать с рейтингом у вас сюда упадут все фотографии где стоит какой-либо рейтинг как вы видите другие фотографии сейчас не отображаются и вот здесь есть фильтр где вы можете настроить какие изображения вам показывать так давайте мы с вами кликнем еще раз без рейтинга фотографии опять снова отображаются все и давайте для примера я присвою изображением какой-то другой рейтинг например рейтинг 4 4 4 переходим с вами в панель с рейтингом как вы видите у нас появились здесь все изображения и с рейтингом 4 и с рейтингом 5 и мы здесь можем уже отфильтровать наше изображение для дальнейшей работы с ними для этого вот нам необходимо кликнуть вот на эту кнопочку которая показывает больше или равно и здесь нам выпадет вот такой вот выбор рейтинг выше или равен ниже или равен рейтинг равен например я выбираю рейтинг равен и так как по умолчанию стояла одна звезда видите фотографии исчезли я могу выбрать фильтр по рейтингу и теперь у меня отображаются только пятизвездочные фотографии если я кликну на 4 звезды то у меня отображаются фотографии с другим рейтингом на самом деле это очень удобно чтобы вас это не запутывало вы можете всегда обработать фотографию например присвоив 5 рейтинг потом поменять этот рейтинг на единицу для себя вы будете понимать что фотография с рейтингом 1 уже опубликовано и дальше вы можете делать выгрузку на вот эту пленку на нижнюю панель именно так как посчитаете нужным я показал вам оценочный рейтинг фотографии потому что он самый простой логически понятный и всегда держится в голове итак друзья двигаемся дальше теперь мы с вами умеем загружать изображение умеем ставить им рейтинг фильтровать и теперь давайте мы пройдемся по горячим клавишам на самом деле горячих клавиш достаточно много но я вас уверяю что вы будете работать только с несколькими горячими клавишами сейчас мы эти клавиши быстренько пройдем они обязательно все появятся здесь на скрине давайте пройдем по порядку итак самая важная клавиша которую я считаю это клавиша которая показывает какое изображение было до обработки в данный момент моя фотография обработана возле кнопочки enter есть кнопочка слышь такая палочка с наклоном кликаем сюда и мы видим как выглядит фотография до обработки и так до после before авто для чего нам это нужно это нужно нам для того чтобы возвращаться к реальным цветам которые находятся на исходнике и для того чтобы понимать как далеко вы ушли в своих фантазиях обрабатывая эту фотографию как вы видите у меня вот здесь такая урбанистическая обработка которая чуть ли не черно-белая но когда я обрабатываю я всегда возвращаюсь в нулевую позицию и сравниваю с моим оригинальным изображением и так кнопочка слэш далее друзья есть такое замечательное сочетание клавиш которая позволит вам лучше рассмотреть ваше изображение оценить его и для того чтобы вам не мешало вот эта вся периферия чтобы не отвлекало ваше внимание вы нажимаете сочетание клавиш control shift l и ничего не происходит вот друзья мои почему ничего не происходит на что хотелось бы обратить ваше особое внимание у большинства из вас будет такой эффект когда проставлена русская раскладка горячие клавиши не работают так вот если у вас горячие клавиши не работают вам всего лишь навсего нужно изменить раскладку на английскую вот теперь нажимаем сочетание по клавиш вот теперь нажимаем сочетание клавиш control shift l и вот мы с вами что наблюдаем у нас все скрылось нам ничего не мешает и мы практически на черном экране сможем более внимательно рассмотреть и оценить наше изображение еще раз нажимаем control shift l и возвращаемся к исходному отображению lightroom далее друзья если вам необходимо если вы любите смотреть и анализировать параметры вашего изображения либо параметры при котором снималась это изображение то вы нажимаете кнопочку и и в левом верхнем углу у вас отображается дата время размер изображения если вы нажмете еще раз у вас следующие параметры это параметры при котором фотография снималась и на какой объектив кликнув еще раз отображение настроечек исчезает далее друзья если вы работаете в фотошопе для того чтобы вам моментально перейти photoshop вам просто необходимо нажать сочетание клавиш control е ваше изображение откроется photoshop дальше вы можете уже здесь доработать и сохранить изображение из photoshop и самое последнее сочетание горячих клавиш и это сочетание клавиш control shift е то есть если вам не нужно дорабатывать фотографию photoshop вы любите остановиться на lightroom сочетание этих клавиш control shift е откроет вам панель экспорта то есть панель сохранения изображения и так друзья в общем то это были самые основные горячие клавиши которые вам помогут ускорить вашу обработку станут вашим верным спутником но если вы захотите пополнить свой скажем так арсенал вооружения какими-то новыми горячими клавишами вы всегда можете кликнуть на верхнюю панель закладочка справка горячие клавиши модуля обработка у вас плывет вот такой вот окошко где всегда вы можете подсмотреть горячие клавиши и возможно вам из этого набора что-то пригодится итак друзья при закрытии программы lightroom у вас вероятно либо сразу первый раз либо второй или третий раз появится вот такое вот окошко это окошко сохранения каталога сохранение превью ваших изображений вы здесь всегда можете выбрать с какой периодичностью сохранять каталог и я для себя понимаю так что чем ответственнее съемка тем чаще нужно сохранять этот каталог для тех кто обрабатывает для себя можно выбрать и более редкое сохранение например один раз в месяц при закрытии lightroom у меня стоит при каждом закрытии lightroom далее если папка резервной копии у вас также находится на диске c обязательно выберите другую папочку для того чтобы вам не загружать программный диск создаете папку выбираете ее меняете расположение каталога и при закрытии кликайте просто сохранить резервную копию итак друзья мы с вами изучили самые основные базовые понятия по настройке экспорту фотографии руководством горячими клавишами это все что вам пригодится при обработке фотографий и уже в следующем уроке мы с вами приступим непосредственно к обработке фотографии поэтому не забудь подписаться чтобы не пропустить следующий урок на этом друзья урок завершён знакомьтесь с интерфейсом загружайте фотографии кликайте рассматривайте их изучайте панели а я желаю вам творческих высот и до новой встречи в следующем уроке всем пока